привет друзья привет собрались то начинаем я тут себе конспект маленький записал поэтому буду вот так вот смотреть туда во первых я должен сказать что чем отличается наша школа всех существующих мире чем отличается наш метод ключ во первых мы говорим просто доступно и понятно о самых сложных вещах и когда вы это смотрите и участвуете в нашей школе человек будущего homo futurus когда вы познаете метод ключ то потом когда вы встречаетесь какими-то другими методами будь то медитация йога метод сильва даже психоанализ или автописьмо самыми разными методами встречаетесь и уже сразу понимаете на чем они построены почему у нас такой язык простой доступный понятный потому что я этот язык вырабатывал много-много лет десятки лет и потому что у меня практика была связана с тем чтобы выводить людей из острых стрессовых состояний например после терактов после различных форм насилия и так далее и готовить людей к экстремальным ситуациям но очень мало в мире психологов которые учат других людей имея такой практический опыт потому что когда человек находится в остром стрессе ну какая тут может быть психотерапия какой же тут может быть психологический метод ну как можно снимать у него стресс словами там или еще чем-то но там надо так до него достучаться пришел ничего не видит ничего не слышит он шоке вот в этих условиях у меня вырабатывался язык с помощью которого до него все-таки то стучаться поэтому у нас о тех же самых вещах о чем говорят очень известные даже психологи даже великие психологи мы говорим проще и понятнее доступны и пользуемся при этом приемами и техниками которых раньше мире не было потому что чтобы выводить людей например из стресса острого после терактов приходилось создавать эти методики это методики ноу-хау хотя они уже официально признаны утверждены ими здравым и именобразованием свое время и в школьном учебнике для десятых одиннадцатых классов профессора матвеева по физкультуре кусочек нашего метода ключ психогимнастика по методу ключ уже есть официально признана но что при этом происходит каждый раз когда новый человек например читает мою книгу а их у меня много или смотрит наше видео уже виде только одну страничку или смотрит только одно один ролик какой-то и конечно не может оттуда взять весь объем знаний и пониманий которые мы можем нужен не только для того чтобы снять стресс но и главное то что у нас есть почему нет ники в мире это использовать энергии стресса по своему усмотрению как стресс трамплин для решения различных задач которые раньше для него были недоступны вот это вот использование энергии стресса как использовать энергии стресса для здоровья для творчества для любви счастья как это используется энергию стресса ведь обычно люди когда вот например на каких-то сайтах вы читаете управление стрессом открываете сайт а там не управление стрессом там применение той же медитации тоже йоги это снижение стресса а использование стресса это совершенно новый уровень новое качество и новая стратегия жизни потому что у нас есть такие ключевые приемы например ключевая разгрузка в котором человек пользуясь этим приемом ключевая разгрузка разгружается освобождается от всех шлаков выходит из этого пикового нервно-психического напряжения на состояние такого нуля вот это нулевое состояние которое можно назвать по-разному это нейтральное состояние у меня называлось первой книжки в девяностом году ключ к себе нейтральное состояние на самом деле это нулевое состояние состояние свободного сознания да и все дело в том что человек например 1 находится в исходном состоянии одном а другой человек находится в исходном состоянии другом один допустим недоспавшие а другой хорошо выиспавшийся Ну так вот, если он пытается с помощью приемов ключевой разгрузки выйти на ноль, ну а у него вместо нуля такого вот свободного состояния сознания, состояния внутренней свободы, вместо полета, у него может быть слезы пойдут, если накопилось много за это время, у него напряжение, всяких трагедий. А другой невыспавшийся, как я говорю, он засыпает, и он говорит, ну что же, вот этот человек летает с помощью вашего метода, а я сплю. Это потому что организм так устроен, он сначала выполняет по законам природы, он вас восстанавливает, он открывает вам то, что вам нужно выполнить для того, чтобы потом делать то, что вы хотите. Таким образом, законы природы таковы. Сначала выспись, а потом будь здоров и двигайся дальше. Ну вот сама жизнь у нас сконцентрирована в методе ключ. Метод ключ это система духовного и физического саморазвития. То же самое, что йога, то же самое, что другие методы, только у нас все очень компактно, очень все просто, доступно каждому, даже со школьного возраста и без возрастных ограничений. И для здоровых, и для больных. Любого возраста. Это самый доступный ликбез против стресса с одновременным развитием творческих качеств, креативностью подхода ко всему. К развитием творческого мышления, изобретательского мышления. Мы сейчас об этом скажем. Почему называется ключ? Ну, во-первых, там есть несколько коротких приемов, которые сразу выводят из стресса на состояние творчества. Есть система сама, она называется ключ. Там, где ты должен подобрать себе этот прием, ключевой прием, который и будет тем ключом, который сразу выводит тебя из любого стресса на состояние творческого вдохновения. Ну, сам подбор этого приема, по принципу перебора, как и в жизни, методом проб и ошибок. И здесь необычное, впервые необычное правило обучения. Делай только то, что получается, отбрасывая то, что не получается. И когда ты делаешь то, что получается, отбрасывая то, что не получается. Если ты это делаешь быстро, за какое-то короткое время, у тебя начинает получаться и то, что раньше не получалось. То есть, по существу, это находка для ленивых и для тех, кто не хочет заниматься какой-то длительной практикой упражнений. У кого нету времени, у кого нету спортивных снарядов, нет бассейна, нет лыж, нет ничего. Вот ты один на один со своей проблемой. И тебе надо ее решить. Тогда нужен ключ. Потому что кто-то мне написал, что... А я это состояние получал в бассейне. Когда я плавал, я входил в такой ритм, в такой автотемп, я плыву и плыву, и могу переплыть даже в море, если бы было море. Ну, правильно. А другой говорит, я такое состояние испытывал, когда лежал на пляже. Да. Животом кверху, смотрел, как облака плывут. Вот, я был в таком санаторном режиме. А когда это у тебя было, я спрашиваю? Он говорит, ну, лет пять назад. Так вот, ты с помощью ключа можешь без санатория, без песочка и моря, в любой момент, в любой изоляции, при шуме, без шума, в любой ситуации, сидя, стоя, лежа, в любом положении. При любом исходном состоянии, снять стресс, выйти на это же самое состояние, как будто ты лежишь на песочке, тебе хорошо, облака плывут, солнышко греет, такая тихая погода, ты так хорошо себя чувствуешь. Ты лежишь, отдыхаешь, да, а это все ты делаешь у себя, допустим, в комнате. Да, и нет никакого моря. Вот ключ нужен для того, чтобы он заменил тебе все внешние помогающие средства и условия, и ты научился применять этот навык с помощью сначала подбора упражнений, выполнения этих упражнений. Да, причем по зоне, по зеленой зоне, делай то, что проще, то, что легче, то, что не вызывает никакого напряжения, никакой боли, делай легко, свободно. А то, что не получается, не делай, выбрасывай. То, что получается, делай. И получается, что мозг все время получает импульсы положительного качества, потому что негативный сигнал, ты просто отрицаешь, он на тебя не действует. Ты не считаешь его нужным, ты его отбрасываешь. Ну, так никогда никого не учили. Всегда нас учили по-другому. Если тебе что-то трудно, ты наткнулся на что-то трудное, ты должен напрячься и преодолевать, преодолевать, как отбойный молоток, преодолевать. Нас учили вот этой психологии преодоления. Но чтобы ты имел силы для того, чтобы ты мог преодолевать в жизни, в момент, когда ты занимаешься восстановлением, тебе как раз-таки нужны другие совершенно принципы, правила и подходы. Это новая стратегия. Это новая стратегия научиться использовать энергию стресса по собственному усмотрению для решения ранее нерешаемых задач. Будь то какие-то математические, или задачи выступления на сцене, или задачи даже боевые, или задачи изобретательские, или задачи личных отношений. И не имеет значения во всех условиях жизни, ты будешь чувствовать себя вооруженным, потому что ты знаешь метод ключ. И вот недавно я проводил группу. Там были новички, которые вообще не знают, что такое ключ. Первый раз меня видят и вообще не знают, кто и такой. Но меня попросили, и я проводил. По интернету. И вот я им показал, ну, например, упражнение плавания, как делать вот такие вот плавательные движения. Потом я показал упражнение лыжник, как ты катишься на лыжах, когда ты руки бросаешь, они с пятки поднимаются. Или если тебе удобнее, а ты подбираешь по зеленой зоне, делай то, что тебе проще, то, что тебе легче. Просто руки сбрасываешь наверх, и тогда пятки поднимаешь. Каждый подбирает по-своему, потому что здесь метод ключ. Именно подбери ключ себе. Для индивидуального применения. Как раз таки это очень хороший вклад в массовую школу, потому что в массовой школе говорят, подход должен быть индивидуальный. А при этом говорят, делай как я, или делай как он. А мы говорим, делай как ты. И показываем принципы, правила и приемы для подбора индивидуальных упражнений. И вот что самое интересное. Сам процесс их подбора, сам процесс, когда ты подбираешь, а ты, допустим, пробуешь плавательные движения одну минуту, потом пробуешь лыжника одну минуту или полминуты, примеряешься, примеряешь, подходит тебе или нет. Или бег на месте, подходит тебе или нет, одну минуту или полминуты. А потом, например, ты гребешь на лодке. Вот так сидишь и гребешь на лодке. Такие движения. Потом ты подбираешь бой с тенью. Типа колотишь там кого-то, там врага своего, противника какого-то спортивного, или кого-то колотишь, которого нет. Вот эти все упражнения, они на самом деле моделирование. Моделирование того, что ты в жизни делаешь в реальной ситуации. Но ты в реальной ситуации это делаешь инстинктивно. И они основаны, в принципе, на повторяемых действиях, потому что золотая формула метода ключ, повторяемые движения снимают напряжение. На этом построен вход в автоматизм, в свой ритм. Это очень важно. В автоматизм. Когда ты продолжаешь начатое действие, и оно идет на автомате с минимальными затратами усилий. С минимальными затратами энергии. Да, на автомате делаешь. Вот ты вошел в ритм бега, например, когда ты бегаешь, или если любишь бегать трусой, ты на улице, допустим, или где-то на стадионе бегаешь, если ты в автотемп вошел, ты можешь уже бежать и бежать бесконечно. То есть я так же и в плавание вошел, или ты можешь плыть и плыть бесконечно. А вот это автоматизм. То есть как только мозг переключается на автомат, когда эту работу человек начинает продолжать уже на автоматизме с минимальными затратами, в этот момент и происходит разгрузка. Да, и многие вопросы, которые он хотел решить, начинают решаться. И вот теперь вопрос. Почему человек, когда пользуется ключом, у него всегда потом решаются те вопросы, которые раньше решались с трудом? Почему он может смотреть на жизнь проще? У него более целостная картина мира. А потому что он сам целостен. Чтобы была целостная картина мира, чтобы ты понимал, что, когда и как делать, что такое хорошо и что такое плохо, надо быть самому целостному. Гармония в себе, гармония с миром. И вот сам процесс подбора этих приемов по этим принципам и правилам и критериям автоматизации начатого действия выводит вас как раз таки из любого стресса самым простым путем. выводит из состояния стресса и открывает творческое начало. И открывает состояние, о котором многие говорят. Ой, это такое состояние, мне так хочется это продолжать, мне не хочется это останавливаться, это такое приятное ощущение, вот как гора с плеч, мне легче стало. Да. А другой заснул. Правильно, потому что он только снял стресс, организм затребовал свое, если он был недоспавший. А третий плачет. Он говорит, что они вот такие. Один спит, а другой, говорит, делает какие-то движения вот такие, ему там хорошо. А я плачу. Мне плакать хочется. Я, говорит, не ожидал, что я начну делать ваши ключевые приемы и слезы навернуться. Я пришел к вам в хорошем настроении, а тут вдруг слезы пошли. Откуда это? Что за метод такой? А потому что давно накипело у тебя, ты все время это зажимал в себе, ты все время терпел, ты как бы переключался, отвлекался, тратил на это тоже много мозговой энергии, а вот только снял напряжение, только расслабился, и все это, и вылезло наружу. Это потому, что эти все действия, повторяемые действия, с выходом на автоматизацию, с выходом на автотемп, они в то же самое время разгрузочные. Они короткие, там, по полминуте-минуте, но, во-первых, обратите внимание, сам процесс их подбора, путем перебора, отбрасывая то, что вам не подходит, а делая только то, что вам приятно делать, по этой зеленой зоне, когда вы двигаетесь, это вы, значит, стали на путь, то сам процесс их подбора развивает у вас креативность, развивает творческое, созидательное и изобретательное смешление. Это очень интересно, да. Потом вы все вопросы решаете проще в жизни. А почему так получается? Потому что, оказывается, счастье, оно не где-то находится, оно находится внутри нас. Творчество, способность творчества, тоже находится. Способность любви, сопереживанию, к чувству чужой боли, желанию помочь, желание поделиться своей радостью. Это все лежит внутри нас. И вот один великий йог, которого известны в мире, он говорил, что, чтобы стать счастливым, надо просто убрать причины, которые вызывают несчастье. А как это убрать причины, которые вызывают несчастье? Потом он пришел к тому, что стресс, да. Оказывается, это внутри нас, и он это пытался говорить, но очень сложным языком. А я говорю простым языком. Человек по природе устроен, как творец. Если он здоров, если он не деформирован негативным воспитанием, если он не травмирован, если он не болен, если он здоров, по своей природе он творец. Да, он творец. Здесь его родители тоже наркотики не употребляли, водку не пили и так далее. Он здоровый родится, и он творец по природе. Человек по своей природе хороший. У него есть способность любить, созидать, сопереживать. Он готов протянуть руку помощи. Человек по природе хороший. Он творец, созидатель. И вот поэтому, когда мешает стресс, если вы стресс сняли, то у вас открывается ваша сущность. Ваша сущность творца, созидателя. Это очень все интересно. И вот она открывается по методу ключ быстрее и проще, чем в йоге и в других методах, потому что у нас есть принцип подбора путем перебора, а там чаще принцип степ-бай-степ, шаг за шагом. И даже в аутотренинге, например, написал сам автор Шульц, нельзя переходить в следующей стадии обучения, пока не освоено предыдущее. Пока вполне не освоено предыдущее. И первый вариант аутотренинга классический девять месяцев. А у нас с первого занятия, с первого занятия человек может сразу получить результат очевидный, наглядный, но его в этом убеждать не надо. Попробовал – получил. Не попробовал – не получил. Логически он это понять не может. У меня, говорит, вот такие проблемы, у меня такой стресс от этих проблем, а вы нам предлагаете руками помахать и решить все проблемы. Потому что он пытается логически, находясь еще в состоянии негармонии, несогласованности ума, души и тела, он находится в этом состоянии, проникнуть в то состояние, ради которого Будда потратил 35-40 лет и нашел свою нирвану и сказал, что рождение – страдание, жизнь – страдание, смерть – страдание, и создал метод медитации – путь к нирване. А у нас путь – ключ. А у нас путь – ключ. Но вот это нулевое состояние, нейтральное состояние, состояние свободного сознания, если вы ни одну минуту делаете, не две минуты делаете, а дозу знаете. Выбрали такой прием, который вы можете делать бесконечно, повторяете его, повторяете его, и у вас состояние, количество переходит в качество, и потом вы выходите в состояние, когда вам все пофигу. Но раньше ради этого мужики водку пили. А вы без водки, потому что в вашем организме есть, не только творец, у вас еще и аптека. Вы и режиссер сам себе, и актер сам себе, и аптека у вас включается, эндорфины включаются, а все эти приемы качают эндорфин. Адреналин снижается, клетки мозга получают больше кислорода, все задышало, все стало хорошо, напряжение упало, появилось вдохновение. Да, если вы были выспавшиеся, а если не выспавшиеся, вы уже чувствуете, что вам хочется спать. А это стадия после действия. Там у нас технологии, все расписано в методе ключ, что такое ключевые приемы, принципы, правила подбора. И самое главное, еще раз повторюсь, это важно. Сам процесс этого подбора, этих приемов, что вам больше подходит, сам этот процесс развивает креативность мозга. И развивает вашу личность. Да, и вы потом интуитивно все вопросы в жизни решаете проще. А выход на это состояние нуля, это состояние как нейтральная скорость коробки передач автомобиля, через которую происходит всегда переключение мозговых систем, выход на это состояние, которое Будда искал столько лет и назвал нирваной, это и есть нейтральное состояние, которое вы испытываете постоянно между сном и бодрствованием. Да, но если вы его сознательно получили, это и будет нирвана. Сознательно получили. Поэтому у нас все приемы по существу это модели ваших инстинктивных жизненных действий, которые вы совершаете в жизни. Ну, скакалка, например, или крутить холохоп, или плавать, или на коне скакать. Ну, вы в жизни это все делаете, и там получаете это. А здесь вы моделируете без коня, без скакалки, без обруча, который крутит, без весел, чтобы на лодке плыть. А просто делаете модели этих действий. И вот одни действия, они у нас будут повторяемые движения, снимающие напряжение, а другие действия по тому же принципу автоматизации. Только не повторением механическим, таким пустым повторением, тупым механическим. Думая, о чем думается, делая, как делается, соединяет вес свободы в мае тело, и тогда снимается напряжение за счет целостности, и появляется чувство гармонии. Не повторением, а за счет идеорефлекторных движений. Там два входа в систему этого состояния. Идеорефлекторные движения, вы тоже знаете, это ключевой стресс-тест вы делаете, или палец пошел по вашему желанию, вы вообразили, что палец пошел, не мешаете ему, и раз, включился идеомоторный рефлекс с двигательным компонентом. Вы так сделали, это игрушка для здоровья, вы просто можете в любой момент времени поиграться с этим, это очень полезно. Например, сидишь так, вот у тебя есть время там полминутки, ну вот так представил себе, что пальчик пошел, и он в какой-то момент начинает, это и есть автоматизм. В другом случае ты этот автоматизм получаешь, входя в ритм повторяемого действия, а здесь ты получаешь непосредственно, если ты не зажат. А если ты зажат, ты сначала раскрепостишься механическими действиями. хлёшь руками по спине, упражнение лыжник, упражнение шалтай-болтай. Вот поэтому это и есть система духовного и физического развития. самое главное, что развивается как раз таки креативность при подборе этих приемов. Поэтому мне кто-то может сказать, а я пробовал этот прием, пробовал этот прием, пробовал этот, и у меня ничего не получается. Что значит не получается? Что это не получается? Ты по минутке пробовал эти приемы? лыжника, плавательные движения, шалтай-болтай. А ты пробовал после этого посидеть, стадия посидействия по технологии, посидеть с рассеянным взглядом, пустив мысли на самотек, думать о чем думать. Да, я попробовал мне говорить. Ну и что ты там чувствовал? Ну сижу, как бы мыслей нет никаких, ну и сижу. А что, говорит, должно быть? Я говорю, так это как раз и есть, а когда это у тебя было последний раз? А он говорит, ну года три назад, а что ты тогда делал? Ну я, говорит, после сильной тренировки шел по парку, у меня было такое состояние, да? Три года назад. А ты что, не мог три года вот так вот взять, по несколько минут поделать упражнение и тоже сесть, и это получить то же самое. И без той тренировки, и парка, и без этих трех лет, а в любой момент. Ну вот для этого и нужен ключ. Ну, это такой метод потрясающий, научный метод, научное достижение. По скорости достижения того же результата, что по другим методам. А теперь посмотрите, я вам скажу. Автоматизация начатого действия. Когда вы увидите, что такое метод ключ, вы поймете. Когда вы попробуете перебирать эти приемы, вы поймете, на чем основаны все другие методы. Вы поймете, почему жвачка появилась, почему четкие появились, почему повторение мантров появилось, потому что это снимает напряжение. Повторяющее действие снимает напряжение. Вы поймете, почему вы ходите туда-сюда по комнате, почему качаете ногой, почему жуете, там, карандаш крутите, или пальцами стучите по столу. Вы поймете, почему вы смотрите на волны или на пламя свечи, вот это колебание. Вы поймете, почему вы любите ту музыку или другую, потому что она попадает в ваше состояние, в ваше настроение, резонирует с вами в зависимости от вашего исходного состояния. Это очень интересно все. Самое главное, это просто и наглядно эффективно. Сразу можно получить хорошее состояние, как будто гора с плеч. Попробуйте, вот первую неделю выберите себе время, ну, допустим, 5 минут или 15 минут. Ну и поищите, какие приемы у вас повторяемые действия или идеорефлекторные приемы получаются лучше. Те, которые не получаются, бросайте, ищите другие, сам поиск этих приемов, которые вам подходят, тренируют. Изобретательность мышления. И все вопросы потом вы же решаете лучше. А мне часто говорят, слушайте, я ничего вроде бы не сделал, потому что проблемы были вот такие большие, а я вроде бы ничего и не сделал, я, говорит, никак понять не могу. Это случайность такая совпала, что я теперь лучше себя чувствую? Или что это? Ну, я ему заново начинаю объяснять, ну, при чем тут случайность? Сделай это несколько раз и посмотри. Это же называется развитие осознанности. понаблюдая, как после этих упражнений у тебя меняется к лучшему твоя жизнь. «А для чего мне это надо?» меня спрашивают. Зачем мне заметить это? А затем, что если тебе сейчас стало хорошо, то потом, через месяц, или через год, или через 20 лет, тебе, когда будет плохо, ну, допустим, ты в самолете летишь, испугался там, или еще чего-то, ты не догадаешься тогда это самое вспомнить и применить. «А как я могу в самолете это применить?» он меня спрашивает. «Да нет, во время разгрузки сделай перезагрузку». Вот когда ты делаешь «Алтай-болтай», допустим, дозу увеличиваешь, не одну минуту делаешь, а пять минут, десять, думай, о чем думается, делаешь, как делается, как проще. Да, ну, кто-то просто болтается, как дети говорят, дети вот, они сами у себя снимают напряжение. А я, говорит, не могу так, у меня Бог болит. Так не делай, так ты этого, делай другое. Я же говорю, по зеленой зоне. Еще те движения повторяемые, которые тебе, а я могу только вот так, ну, вот так делай. И вот когда ты выходишь уже к нулю, то есть когда ты уже чувствуешь, что тебе пофигу, когда ты это делаешь на автомате, ну, например, сидишь в кресле, раскачиваешься, и там сделай перезагрузку. Вот что важно. В этом состоянии помечтай, в самолете ты, или в командировке, или в изоляции, или там испугался, что коронавирус тебя постигнет, что ты сразу вспомнишь, что ты это можешь. Сразу вспомнишь, что ты это можешь. Что чем больше стресса, тем больше сил. Вспомни эту формулу. Чем больше стресса, тем больше сил. И тогда, когда ты это вспомнишь, вдруг, ты вдруг заметишь, что ты начинаешь после этого ожидать какие-то перемены позитивные, и на самом деле они начинают наступать, потому что ты уже не в тупике, потому что ты уже знаешь, о чем надо подумать в страшный момент жизни. Надо вспомнить, чем больше стресса, тем больше сил. Но это надо сделать близко к состоянию нуля. Когда ты разгрузился от всей этой шурхи, от этих страхов, комплексов, стереотипов, шаблонов мышления, освободил себя, чистое поле, убрал все, что мешало, и положил туда новые отношения, новые стратегии к жизни. И потом будешь интересно жить, потому что, если раньше боялся стресса, я не знал, как от него деться, инстинктивно прятался от этого, а теперь будешь искать как героя, ты будешь думать, ну где же этот стресс, наконец, потому что я хочу его взять для пользы, для того, чтобы решить какую-то задачу. Допустим, у тебя какая-то задача нерешенная, ну статью написать, да, и вот у тебя стресс. Ты вспомнил, чем больше стресса, тем больше сил. Да, подумал о статье, которую надо написать, и у тебя появляется вдохновение, потому что это айкидо получается, у тебя вот эта энергия напряжения, ты как бы чуть-чуть отклонился в сторону статьи, и она туда пролетела, и включила у тебя ресурсы, не разрушила тебя, а наоборот, стресс-трамплин. Это очень интересно, это очень, ну попробуйте, попробуйте. Кстати говоря, от Шулер, который учил изобретательскому мышлению, как раз таки об этом и речь шла, чтобы в момент, когда вы изобретение создаете, то там вы не должны опираться на какие-то авторитеты, вы должны быть свободны, и тогда вы можете придумать неординарное решение, изобрести что-то новое. Вот видите, как интересно, ну в следующий раз мы еще немножко поговорим. А насчет психоанализа я в конце вот хочу сказать, там же тоже автоматизация. Автоматизация. Психотерапевт или психоаналитик выводит вас наводящими вопросами на какой-то момент, болевой точку внутри нашел, и вы начинаете говорить, говорить, и у вас возникает поток, поточный, там самое главное открываю секрет, между словами, чтобы не было перерывов, чтобы речь шла, ну как поток, ну как обучал Дейл Корнеги, когда ты выступаешь где-то, чтобы ты выступал так, чтобы ты заворожил всех, всю публику, чтобы все тебя слушали, чтобы ты был как магнит, но он своими словами это писал, своими словами говорил, как займать друзей, там влиять на всех, он говорит, ты должен так говорить, чтобы как из бочки вытащили затычку, и оттуда полилось, вот такая у тебя должна быть речь, так это же и есть психоанализ, это и есть поток, это же и есть, извините меня, напомню вам еще раз, поток, о котором говорил Чинскен Михаил, величайший, психолог современности, американец, венгерского происхождения, профессор, который написал книги о потоке, смотрите в ютубе, Чинскен Михаил, поток, в ютубе его видео, там он говорит, кто становится счастливым, кто имеет смысл жизни, те, которые уже не выживают, а уже имеют стабильную жизнь, но среди них только 30%, которые на самом деле чувствуют себя счастливыми, это люди, те, которые имеют какое-то любимое дело, и когда они занимаются любимой деятельностью, ну да, естественно, ты тогда в этом ходишь в автоматизм, да, и вот любимой деятельностью занимаешься, и там, а там же что происходит, а изобретательское мышление, там снимаются штампы, шаблонные стереотипы, страх, и там происходит соответствие между твоей природой творца, между твоей генетикой, да, и между тем, что ты делаешь, когда есть соответствие между твоей натурой, твоей природой и востребованностью, когда есть это соответствие, из тебя этот поток, да, и получается, как психоанализы, поток, 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 человек говорит, 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 как в автописьме, пишет, 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 методика автописьма, методика потока по чинской михаи, ну, короче говоря, психоанализы, короче, все это одно и то же, Таким образом встречаемся и в следующий раз еще что-то расскажу. И мы сразу, вот вы заметите, попробуйте, сделайте. И на самом деле все эти приемы игрушка для здоровья, потому что это в целом развивает здоровье, творческие качества, способность снимать стресс и использовать энергию стресса для своих целей. Это очень интересно все. Попробуйте, оно же ничего не стоит, потому что это в вашей природе. Просто я добавляю вам знания, а знания это сила, а незнание это просто невежество и зло. И постоянная группа риска быть манипулируемым. Поэтому знайте побольше, изучайте, что это такое. Читайте мои книги, смотрите сайт стресс-су и сайт хасай.ру. Заходите на фейсбук. На фейсбук лучше заходите. На мою страницу там уже 5000 друзей, и там больше невозможно придять. В группы заходите. В группу Человек Будущего в фейсбуке, а вконтакте Homo Futurus. Группа Homo Futurus. Там пишите вопросы, под видео ставьте комменты, лайки, как положено. Пользуйтесь всеми ресурсами. У нас же школа Человек Будущего в Homo Futurus и самым простым доступным языком объясняет самые сложные вопросы. Потому что я прошел такой опыт, и я с вами делюсь этим. Берите, пользуйтесь. Скоро будет вебинар, объявление будет. До встречи, друзья. Всего доброго.